Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На сегодняшний день третий микрорайон села Аскиз – один из главных объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Начиная с 2009 года здесь выделили больше 200 участков для индивидуального строительства. Среди собственников – молодые и многодетные семьи, инвалиды, участники боевых действий и простые сельчане. Постепенно усадьбы осваивались, но подключение к электричеству выявило большие проблемы. Строящиеся дома резко повысили нагрузку, с которой не справлялись действующие сети. Пришлось строить новые. 203 участка здесь сейчас мы готовы уже подключить к электроснабжению. 50 человек к нам уже обратились за подключением, поэтому остальных мы всех ждем. То, что касается реализации данного проекта, производился, что называется, ударными темпами. Люди участвовали как работники ХАКС «Энерго», это аскизские энергетики, аскизские парни и подрядчик. Практически за два месяца удалось выстроить здесь вот эти сети. Один из владельцев новостройки, Василий Кучугешев, попал в программу молодых семей. Участок получил давно, но строиться начал, как взял кредит. Я брал потребительский кредит Сбербанки. 507 тысяч. Уложился? Ну, уложился вот, на крышу еще не хватило. Однако для Василия Кучугешева, как и для других молодых специалистов, появилась альтернатива. Ее предложил Виктор Зимин. Мы родим что-нибудь наше ХАКСкое. Вот молодежь будем делать. Трезво понимаем, что вам и жить надо, и одеться надо, иначе жену потеряешь. А тут еще и собака, она убежит. Точно убежит. Будем что-то делать. Договорились? Специалист увидишь, услышишь там. Я думаю, где-нибудь за июль месяц что-нибудь проработаем для своей молодежи. На очереди в Аскизе еще один новый объект. 386 участков уже четвертого микрорайона. Здесь для молодых специалистов выделено больше 200 земельных наделов. Если программа льготного кредитования вступит в силу, то квартирный вопрос для молодежи будет решить намного реальнее. Депутаты Верховного Совета Хакасии написали обращение к Дмитрию Медведеву. Республике нужна финансовая помощь российского правительства в ситуации с детскими садами. Дело в том, что по указу президента, республика, как и другие регионы России, к 2016 году должна полностью снять очередь в детские сады. Для этого в Хакасии нужно построить и отремонтировать 29 садиков. Цена вопроса – полтора миллиарда рублей. При местном бюджете в оставшиеся два с половиной года сделать это невозможно. Между тем, нехватка мест дошкольных учреждений – серьезная проблема для нашего региона. Открытие частных групп решает вопрос лишь отчасти. В очереди в детсады сегодня более 13 тысяч детей. Поэтому мы обращаемся к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, чтобы на условиях софинансирования для нашего субъекта выделили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Только тогда мы сможем исполнить указ президента. На Хакасию надвигается холодный фронт. Похолодает уже сегодня. Усилится ветер. Ожидаются осадки. В субботу-воскресенье будет холодно. Возможны заморозки. В связи с этим синоптики допускают, что составленный ими прогноз на теплое начало июня может не оправдаться. Буквально несколько минут назад со станции Абакан отправился последний поезд на Красноярск через Ачинск. О закрытии направления заговорили несколько месяцев назад. На станциях даже собирали подписи под обращениями властям разных уровней, но безрезультатно. Об историческом для республики маршруте наш следующий материал. Первый поезд на станцию Абакан прибыл в 1925 году. Символом исторического момента стал состав из Красноярска сообщением именно через Ачинск. Сотрудники железнодорожного музея рассказывают, что построенную тогда железную дорогу называли деревянной, профессиональный термин, потому что не была электрифицирована. Остается такой и по сей день. И еще одна отличительная особенность. Пассажирский состав останавливается на каждой, даже самой малой станции. И даже в Абакане, где выбор маршрутных средств передвижения разнообразен, в вагонах не совсем пустынно. В Латтгартный вагон на Красноярск уже 49 мест, то есть он полный. В общем вагоне человек 7 на Красноярск. В купейном вагоне 16 на Красноярск. В его составе всего три вагона, но их ждут на каждой остановке. На станции Сон особенно. Она одна единственная на весь Баградский район, поэтому на поезд все спешат сюда. Соседних деревень с Пушного, с Большой Эрбы, с Баграда, с Карасука. Ну все деревни не перечислишь, у нас район большой. Со всех деревень люди приезжают, садятся на наши станции на поезд. Альтернативы железнодорожному транспорту, говорят местные жители, не существует. Во всяком случае пока. Хотя курсирует здесь и автобус. Но весьма нерегулярно и предлагаемый автоперевозчиками сервис, с точки зрения комфорта, не идет ни в какое сравнение с железнодорожным. Даже если взять в пример и некупейный вагон. Актобусы какие у нас? Все не ломается, так он может не прийти. А если мы сядем, 3-4 раза он ломается. С тремя пересадками вчера. До Баграда сначала доехала, потом с Баграда до Троицка, потом с Троицка уже на попутках только доехали до Абакана. Жители деревень, боясь остаться без транспортного сообщения, со столичными городами и республики, и края, не говоря уже о малых населенных пунктах, связанных с железной дорогой, собрали подписи и направили обращение полпреду президента в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому. Запрос остался без ответа. А в федеральной пассажирской компании нам назвали причину решения отменить поезд. Перевозки слишком затратные, не окупаются. Но это не стало открытием для жителей железнодорожных станций. Пассажирские перевозки никогда не приносили прибыли, никогда. Но они состояли на бюджете у государства. Нина Матвиенко рассказывает, что на поезд порой билета не достать. От официальных лиц приходится слышать, что направление не востребовано. И это еще одна из причин закрыть маршрут. Мой сын ездит, присоединяясь на сессию. В декабре, 23 ноября, он покупал билеты на 2 или 3 декабря. Билетов уже не было. Поезд отменяют как раз в канун лета. Время увеличения пассажиропотока. В новом летнем расписании, которое вводится в действие с 26 мая, этот состав уже не значится. Почти как в известной песне, медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. Вот только в отличие от песенного текста, когда каждому в лучшее верится, в действительности оптимизма меньше, этот поезд ждали на 39 станциях от Абакана до Красноярска. В Хакасии появилась мошенница, владеющая гипнозом. Случай произошел в Шира. Заявление в полицию написала продавец магазина одежды. По ее словам, злоумышленница сняла с вешалки детскую майку, подошла к прилавку и попросила подать ей еще пару детской обуви. Продавец выполнила просьбу. Поставив коробку на прилавок, она вдруг почувствовала, как ладонь покупательницы легла на ее руку. Именно в этот момент произошло то, что потерпевшая назвала гипнозом. Больше продавец ничего не помнит. Когда она очнулась, покупательницы в магазине не было. Вещи, которые она собиралась купить, лежали на прилавке. Зато на руке потерпевшей не было четырех золотых колец, стоимостью более 7 тысяч рублей. А в ладони оказался фрагмент кости челюсти неизвестного животного. В настоящий момент по данному факту проводится тщательная проверка. Фрагмент кости изучают эксперты. Есть предположение, что мошенница не местная и вполне могла покинуть район. На вид 50-60 лет, рост около 160 сантиметров, полного телосложения с большим выпирающим животом. Волосы вьющиеся, темные, с сединой ниже плеч. В ушах может носить большие овальные серьги. Полицейские призывают жителей республики быть бдительными. Подпольный цех по производству выпечки, обнаружен в Абакане. Его нашли в ходе рейда сотрудники уголовного розыска. В небольшом помещении на складской 15 нелегалы занимались изготовлением самсы, чебуреков, лепешек и других хлебобулочных изделий. Повара и технологи, всего 5 человек, жили здесь же. Хозяин подпольной пекарни утверждал, что его продукция самого высокого качества. Грязь в помещении объяснил приготовлением к ремонтным работам. Согласно найденным на кухне документам, данной выпечкой цех обеспечивал десятки магазинов города. Данная продукция поставлялась в различные магазины. К примеру, Власка. Власка номер один. Тавим. Владимирский. Держава. Еще раз держава. Околица. Еще раз околица. Сударушка. Обнаружен подпольный цех по изготовлению выпечки лицами, выходцами из Средней Азии, не имеющими санитарных книжек, разрешения на работу и право пребывания в Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска совместно с УФМС России по Абакану и Роспотребнадзором проводится проверка. Пекарей и киргизов доставили в миграционную службу. После сотрудников полиции уже в закрытом подпольном цехе свою работу продолжили специалисты СЭС и пожарные. Газовые баллоны в помещении использовались с нарушениями. В Хакасии может появиться новый праздник – День охотника. Соответствующий законопроект был представлен на прошедшей сессии Верховного совета. По мнению его авторов, установление такого праздника будет иметь важное значение для подрастающего поколения. В первую очередь это формирование у детей ответственного отношения к природным ресурсам. В ближайшее время инициативу обсудят в Комитете по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку. Детям, посещающим пришкольные лагеря, в этом году не разрешат купаться в открытых водоемах. Такое решение принято в администрации города. Как правило, пришкольные площадки охватывают учеников младших классов. Поэтому, учитывая возраст и неустойчивые погодные условия, власть решила не рисковать здоровьем детей. Что касается массового купания, то сезон в этом году ориентировочно откроется в середине июня. Однако решающую роль в определении даты сыграет погода. Например, в 2008 купальный сезон открылся 25 июня. Тем не менее, на днях водолазы обследуют дно и к 15 числу городской пляж будет полностью готов. Шутки, фокусы и оркестр. В Абакане завтра состоится концерт единственного на весь мир клоуна-дирижера. Рыжеволосый лицедей музыкант из Норвегии по имени Петер Вабах уже удивил многих, но в Хакасии раньше не был. Главная аудитория артиста – дети. В своей программе в непринужденной и шутливой форме он знакомит молодежь с серьезной музыкой. В часовой программе Вабак планирует исполнить собственные произведения, а также уже известных авторов, например, Григо. Будет и отдельное представление каждого инструмента. А еще он обещает заставить дирижировать весь зал. Для меня очень важно. Это не должно полностью превратиться в цирк. Это должно быть серьезно. Потому что главный исполнитель на концерте – это все-таки оркестр, а не я. Клоун Мелвин Тикс – это проводник между зрителем и оркестром. Учебный год подходит к концу. Впереди самые длинные каникулы. Накануне традиционно железнодорожники проводят профилактическую акцию. Ситуацию с детским травматизмом мы обсудили с главным инженером Абаканской дистанции пути. Интервью смотрите через несколько минут. Не переключайтесь. Продолжение следует...